В последнее время в Приангаре раскрывается все больше случаев мошенничества с материнским капиталом, является которой формой государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ребенка, имеющего российское гражданство при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. Материнским семейным капиталом можно распорядиться в трех направлениях – улучшение жилищных условий, образование ребенка и пенсионное накопление матери. Основная масса жителей распоряжается средствами материнского капитала путем направления их на улучшение жилищных условий. Однако здесь возникает и проблема. Существуют мошеннические схемы обналичивания материнского капитала. Но мы уже неоднократно заявляли, и еще раз хотелось бы сказать, что вся ответственность за обналичивание материнского семейного капитала лежит на владельце сертификата. Потому что мама, подписывая документы, осознавая поступок свой, идет на распоряжение средствами незаконным путем, поэтому полная ответственность лежит на ней. Эта ответственность причем может носить уголовный характер, то есть если будет доказан компетентными органами факт мошенничества, то это уголовное преступление. И кроме того, средства материнского капитала, так как это федеральные средства, целевые средства, направленные на определенные цели, установленные в законе, они подлежат возмещению. Два случая мошенничества при обналичивании материнского капитала, по которым уже вынесено решение суда, выявлено в зиме. В нашем управлении есть уже решение суда и исполнительный лист по факту неосновательного обогащения. И сейчас, направив этот исполнительный лист службы судебных приставов, территориальные органы пенсионного фонда будут удерживать средства материнского семейного капитала, незаконно полученные владельцами. Из материалов решения суда, по крайней мере, по последнему факту было видно, что женщина обращается в фирму, которая ей предоставляет займ, и заранее оговаривая, что по документам это будет одна сумма займа, фактически она получит намного меньшую сумму, и при этом должна будет потом приобретенное жилье перепродать третьим лицам. То есть, когда заключается сделка, сдают документы в органы пенсионного фонда, получают средства материнского семейного капитала, и потом перепродают это жилье, то есть остаются и без денег, и без жилья. Из 430 тысяч, которые перечисляются на счет взаимодавца, ей выдают, к примеру, 250 тысяч, а остальные средства остаются в этой фирме. И она останется потом еще и без жилья? Конечно, потому что там стоит условие, она эту квартиру должна будет перепродать еще одной такой маме, которая также получит 250 тысяч, к примеру, на руки, а остальное останется в фирме. И одна эта квартира может быть перепродана энному количеству лиц. Посчитайте доходы фирмы. По стране случаев мошенничества с материнским капиталом немало, и в основном эти преступления совершаются в крупных городах. Под внимание преступных организаций в первую очередь попадают неблагополучные семьи алкоголиков, наркоманов. Либо такие, так скажем, безответственные мамы, которые не заботятся о своих детях и не понимают, что эти средства, в принципе, даже когда они лежат на лицевом счете, то есть не обналиченные, они подлежат ежегодной индексации государством в размере индекса роста инфляции. Ежегодно индексируются. Эти средства никуда не денутся. А вот когда вы эти деньги отдали чужому дяде и при этом оставили свою семью без жилья и своих детей без жилья, ну это как минимум безответственный поступок, а вообще это, конечно, преступление. Почему-то людей пугает сбор документов. И когда вот приходят вот такие вот фирмы, представители вот таких фирм, говорят, мы все за вас оформим, все сделаем, вы должны будете вот здесь подписать, вот это сделать и вот это сказать. И люди идут на эти условия. Рассуждаю, что лучше я сейчас получу 250 тысяч наличными, а квартиру я все равно никогда не куплю. Или дом я все равно никогда не куплю. И ребенок у меня учиться не будет, нигде платно. Хотя, как возможность, это тоже хороший вариант. Когда-то ребенок пойдет учиться, и за него можно заплатить не только за обучение, но и за общежитие, за проживание в общежитии. Незаконных схем обналичивания материнского семейного капитала много. Наиболее распространенное – приобретение жилья заведомо непригодного для проживания по завышенной стоимости. Как правило, инициаторами подобных махинаций выступают посредники, скупившие за бесценок ветхую недвижимость. Вторая схема требует привлечения банка или микрофинансовой организации. Обладатель сертификата берет ипотечный кредит, равный сумме материнского капитала, и покупает квартиру по фиктивному договору купли-продажи. Еще одна схема – обналичивание семейного капитала путем покупки жилья у родственника, носящего другую фамилию. Подобные схемы используются все чаще, сотни сделок уже признаны незаконными, и подобное мошенничество грозит не только потерей денег, но и наказание в виде штрафа и лишения свободы на срок до шести лет. Неграмотности здесь, я считаю, нет места. Мы проводим очень много разъяснительной работы. У нас работают клиентские службы. Тот человек, который не хочет участвовать в этой схеме, он всегда может получить консультацию. Всегда прийти и получить консультацию. Эта услуга доступна. Поэтому здесь только умысел. Больше никак. Возможно, и будут какие-то изменения в законодательстве. Уже с этой стороны были предприняты некоторые шаги. Были предприняты в том плане, что ведется реестр кредитных организаций. То есть попытались отсортировать от всей те кредитные организации, которые явно занимаются мошенническими схемами. Ведется реестр кредитных организаций. Там есть определенные требования к организации, которая может быть включена в этот реестр. Мы, кстати, этот реестр получаем и проверяем. Но пока еще не все эти схемы ликвидированы. Но работа в этом направлении ведется. На сегодняшний день средства семейного капитала являются действенной формой государственной поддержки российских семей. В текущем году отмечается незначительный рост обращений за средствами материнского капитала. Так, на 1 ноября 2014 с заявлением о выдаче сертификатов обратилось 519 человек. За аналогичный период прошлого года обращений было 456. За распоряжение средств материнского капитала на начало ноября обратилось 589 человек, что на 28 больше, чем в году прошлом. За предоставленный период пенсионным фондам принято 630 решений о выплате средств материнского семейного капитала более чем на 248 миллионов рублей. Редактор субтитров А.Семкин